Где и как будут готовить священников для тюремного служения? И есть ли место в нашем обществе для бывших заключенных? Об этом в программе «Люди Церкви» с председателем Синодального отдела по тюремному служению, епископом Красногорским Иринархом. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Владыка, до своего назначения, должность председателя Синодального отдела, вы как-то соприкасались с тюремным служением раньше? В тюрьмах бывали? До назначения председателем Синодального отдела я был правящим архиереем Пермской и Сирокамской епархии в течение 8 лет. И тюремное служение было одной из многих направлений епархиальной жизни. И должен сказать, что Пермь занимает третье место после Красноярска и Екатеринбурга в плане количества пенитенциарных учреждений, там их 46. И там у меня занимались тюремным служением 26 священнослужителей. Поэтому сказать, что это для меня новое, это будет неверно. Но с другой стороны сказать, что чтобы я все тут, все мне знакомо, тоже неверно. Потому что это было там как образовательные программы, как миссионерские, молодежные и прочие. И среди них было тюремное служение. — Ну вот теперь уже в должности главы, председателя Синодального отдела, как вы оцениваете сейчас состояние служения, священнического служения в тюремном, среди 9 заключенных тюремных? И что нужность на сегодняшний день, чтобы это тюремное служение вышло на должный уровень? — Должен сказать, и это отметил Святейший Патриарх, вот 22 февраля, когда мы подписали новые соглашения сотрудничества между Русской Православной Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации, и Святейший Патриарх отметил, что, пожалуй, что в тюремном служении Русская Православная Церковь более других направлений достигло успехов. Потому что уже в течение 20 лет, двух десятилетий, даже чуть больше, наши священнослужители во всех регионах, во всех епархиях трудятся в колониях, в тюрьмах, среди заключенных, и несут это очень непростое для каждого человека служение. И здесь ведь на сегодня мы имеем около 500 построенных храмов в местах заключения. Примерно столько же имеется молитвенных комнат, которые, как правило, потом превращаются в тюремные храмы. Либо строятся, либо приспосабливаются в какое-то другое помещение или здание. И более тысячи священнослужителей задействовано на сегодняшний день в этом направлении. Поэтому здесь даже, вот я бы сказал, что, к моему удивлению, я вижу, что работа здесь поставлена неплохо, я бы сказал. Но если сказать, что достаточно ли это, нет, недостаточно. Потому что все-таки же до сегодняшнего дня мы трудились, ну как это сказать, на благотворительной, что ли, основе. Нас приглашали или нас допускали. И мы в дополнение к своим другим послушаниям несли тюремные служения среди заключенных. Но сейчас вопрос стоит иначе. Сейчас поставлена задача организовать постоянное, на постоянной основе пребывание священнослужителей в местах лишения свободы. И уже в этом году идет такой пилотный проект в четырех регионах. Это на Камчатке, в Вологодской области, это в Саратове и в Мордовии. Где пытаются уже вместе и в Федеральной службе исполнения наказаний, и Русская Православная Церковь пытаются организовать на постоянной основе пребывание священнослужителей в местах лишения или ограничения свободы. Вот и наличие храмов в тюрьмах, и священников, и служения священников, все это для заключенных, для православных заключенных или для людей, которые хотят, обретя веру, может быть, заключение, стать церковными людьми. Или это не так? Или это тоже и для персонала, который охраняет их, да, для людей служивых. Но все-таки вот этот тюремный заключенный, Владыка, вот из вашего опыта общения с ними, ведь столько лет у вас такой длительный опыт работы в этой сфере, служения в этой сфере. Вот кто он, тюремный заключенный? Это человек, который обратился к вере там, в тюрьме, или это православный, каким-то образом попавший туда и нуждающийся в окорблении? Ну, все по-разному. Вообще-то, если говорить вот о населении страны, то считается в среднем около 80% населения России это православное население в каком плане? Не потому, что они все воцерковлены, и каждый из них ходит в церковь регулярно. Но они считают себя православным. Но они причисляют себя к православной культуре и имеют исторические православные корни в своих предках. И когда их спрашивают, допустим, они себя причисляют, называют православными. То есть они там периодически, там раз в год, два, там в два раза, в два года раз могут посещать храм, там, допустим, крестины, там отпевания родственников или близких. Там какие-то просто зайти в храм, свечку поставить и как-то по потребности где-то какие-то молитвенные воздыхания вознести к Богу. Это примерно 80% населения. Вот такой же процент и в тюрьмах. Потому что это четкое отражение. Но мы можем сейчас говорить о тех религиозных, которые состоят в религиозных общинах, организованных в местах заключения. Не только православных, да? Нет, мы говорим сейчас о православных. Есть там и мусульмане, есть и иудеи, значит, которые также раввины там посещают места лишения свободы. Также имамы посещают. Но я говорю о православных. То у нас примерно 10-12% это те заключенные, которые либо пришли к вере, вот, либо они были, осознавали себя, так сказать, верующими, так сказать, и которые более-менее регулярно посещают богослужения и встречаются со священнослужителем. Или там вот с этими волонтерами-мирянами православными, которые помогают священникам. Я хочу уточнить. Встречаются с целью педагогической, какой-то образовательной, или это все-таки приобщение евхаристической жизни? По-разному. По-разному. Значит, те, которые уже более воцерковились, естественно, они там причащаются, они участвуют в танцах и покаяниях. Какой пациент? Это вот эти 10-12%. 10-12% они есть, да? Они есть. Но это много. Вот, есть. Поначалу они, естественно, начинают там, может быть, и педагогических каких-то просто побеседовать с человеком. Вот, все-таки, что он ограничен в правах, ограничен в передвижении, находится на одном и том же месте ежедневно. Одни и те же занятия, вот, одни и те же лица. Вот. И священник – это отдушина огромная, огромная, такая очень важная отдушина для заключенного. Но не нужно считать, что церковь нужна только для заключенных. Вот мне говорили, что в Вологодской области есть колония, находящаяся на острове, в бывшем монастыре православном. И многие даже сотрудники ВСИНа говорят, что непонятно, кто там больше заключен. Сотрудники или заключенные. Заключенный отбыл срок и ушел на свободу. А служивый? А служивый остается там на всю свою сознательную жизнь. Вот, до тех пор, пока не закончится его время служения. Вот. И потом, если у сотрудников есть родственники, есть жены, или там мужья, вот, есть дети, есть родители. Тоже с ними, тоже там. Да. Вот. Которые тоже нуждаются в духовном окормлении церкви, потому что они осознают себя православными. И порой даже получается так, что те, которые на свободе, с завистью смотрят за колючей, то, что происходит за колючей проволокой. Потому что там есть храм. Заключенный может пойти в храм, а те люди, которые на свободе, ничего не имеют. Вот. И третья категория, которая очень важна. Это, вот, мы очень всегда это настаиваем, что необходимо, пусть факультативно, но преподавание, значит, вот, основ вероучения, пусть на культурологической или на какой-то другой платформе, но среди студентов, курсантов учебных заведений, федеральной службы исполнения наказаний. Очень важно подготовить этих специалистов, чтобы они нормально воспринимали свободу совести. Вот. Чтобы они нормально воспринимали религию. Но мы сейчас говорим о православном преподавании. Но это же не секрет, что если человек, который по-настоящему осознал, что такое православная вера, он с таким же уважением будет относиться к религиозному человеку, который исповедует ислам. Он также будет с таким же уважением относиться к религиозному человеку, который исповедует иудаизм. И даже вообще человек исповедует свою веру в Бога, даже если он находится к каким-то малым религиозным меньшинствам относится, все равно это чувство его внутреннее, нужно его уважать. Вот нужно научить этих будущих сотрудников ценить и уважать в себе, вот в человеке религиозность. И, конечно, в самом себе, если они себя причисляют к тому или другому вероисповеданию. Ну, религиозность, ну, хоть бы научить уважать человеческое достоинство, вот элементарное, чтобы людей не унижали, чтобы их не били. Это уже не идет речь о принадлежности конфессиональной. А вы знаете, вот я всегда вспоминаю те, как мы проходили нравственное богословие еще в учебных заведениях, в духовных учебных заведениях. И вот говорили там, вот если у человека, допустим, вот тогда говорили нам пять чувств, вот есть интеллектуальное, органическое, есть религиозное, есть нравственное, есть эстетическое, вот основные пять. Кто-то, может быть, больше назовет. Ну, вот так вот те классические системы нравственного богословия, которые мы еще изучали уже, так сказать, достаточно давно, они вот сводились пока вот к пяти. Так вот, религиозное чувство, оно пронизывает все другие состояния человеческой личности. Если религиозность в человеке нормальная, здоровая, то она будет оздоравливать нравственность, оздоравливать его эстетические взгляды, его интеллектуальные чувства, его органическое чувство, то есть вообще культуру всю, так сказать, жизни человека. Если у него религиозность фанатическая, она сделает во всем его, так сказать, его личность фанатической. А если она вообще просто невежественная в религиозных вопросах, то здесь только остается уповать, что хотя бы литература наша отечественная российская, или культура наша отечественная российская, хотя бы через это еще она поддерживала в человеке понятие той высокой нравственности, которой жила Россия в предшествующие 10 веков. — Ну, раз Вы заговорили об образовании для офицерского состава, для тех, кто храняет заключенных, уже тему образования хотел бы продолжить, но в отношении тех людей, которые несут там церковную службу, с которыми Вы непосредственно имеете дело, и которые должны выполнять свою миссию как пастыри, как миссионеры, ну, как Ваисину, спасители душ человеческих. И вот тут очень важно понять, кем должен быть священник прежде всего среди прихожан в заключении, да, там же тоже есть свой приход. Это прежде всего, ну, духовник, это миссионер, это совершитель таинств, ну, все вместе невозможно, потому что разные люди с разными потребностями религиозными приходят. Все-таки какой приоритет? Первый момент. И еще один момент об образовании вообще, где его можно получать для таких целей? — Ну, во-первых, священнослужитель должен прежде всего быть духовным пастырем. С одной стороны, совершителем таинств. С другой стороны, учителем веры. И он обязательно должен быть миссионером. Потому что вся наша жизнь, либо мы миссионерствуем и прославляем Христа и Церковь, либо мы унижаем и Христа и Церковь своей жизнью, если мы недостойно ведем. Но здесь просто не нужно сводить все это к одному священнослужению. Вот когда перестройка началась, то говорят, в школу священника, в больницу священника, в тюрьму священника. Они там куда-то на политические собрания священника, значит, там где-то все. Да амирянин для чего? Амирянин, он такой же миссионер православный или там, ну, в данном случае мы говорим о православии. Православный миссионер, он тоже имеет определенное царское священство. Ведь у нас миропомазание. Для чего помазаны миром? И ставили печать дара Духа Святого. Люди взятые в удел, да. Вот. И апостол говорит, что вы, так сказать, царское священство. То есть каждый человек имеет определенную харизму, определенную обязанность, вот, значит, нести веру в мир. И проповедовать. В том числе и там. Да. И тем более здесь, когда необходимо, священник один, ему, допустим, даже богослужение, он же не может совершить один. Заключенные, они не знают, как это делать. Если только, может быть, кто-то попал, кто раньше знал какие-то церковные, как правило, это не знают. Ему нужны помощники. Да и вообще кругом. Вот подготовить даже, вот, там множество людей. Вот сидит, допустим, вот я вспоминаю, в Сарикамске тюрьма «Белый лебедь». Когда-то там было две тысячи человек. Вот, ну вот я уже когда был, там было тысячи человек. Это уже тут вот процесс, потому что шло сокращение количества заключенных. То есть, уже, так сказать, шел процесс, что человек, который совершил преступление, он должен сидеть там, где он его совершил, в своем регионе. И вот за счет этого сокращалось количество заключенных. Ну вот, допустим, тысячу человек, разве достаточно одного священника для них? Разумеется. А когда есть помощники-миряне, вот, то они готовят этих заключенных, они скажут, как нужно подготовиться, все это. И когда уже священник пришел с ними на собеседование, или совершить таинство исповеди, или причастие, особенно к крещению подготовить. Ведь категоризаторские беседы могут вести миряне, помогать священнику. Вот, поэтому не нужно думать, что только священнослужители в сане, в рясе должны быть. Нет, там должны быть вместе и миряне. Что касается образования, бесспорно, сегодня мы используем священнослужителей, которые несут свои послушания на обычных приходах. То есть, они в дополнение к своему послушанию еще духовно окормляют места лишения свободы заключенных. И, естественно, сотрудников, которые там находятся. Но нам необходимо для начала хотя бы организовать курсы переподготовки. Над этим мы работаем. То есть, вот подготовить человека к вот этой особой миссии, если он будет там служить на постоянной основе. Ну, представьте себе, даже если три года, вот молодой священнослужитель. Но даже не молодой, который уже имеет опыт священнослужителя. Вот он попадает и каждый в колонию, и каждый день он видит одних заключенных. Его нужно подготовить, во-первых, к режимным условиям, чтобы он не шел методом тыка и, значит, спасение утопающих, делал рук самих утопающих. А нужно его подготовить или переподготовить. Вот. Даже если он там будет служить три или пять лет. С другой стороны, необходимо специальное образование для священнослужителей. Как оно сейчас будет выглядеть, не знаю. Но мне кажется, что если у нас есть миссионерское семинарие, вот, то есть на базе либо какой-то семинарии, либо здесь организовать где-то в епархии семинарию, которая бы готовила или там могла дополнительно давать образование для тех, кто будет служить в этом направлении. Вот у нас есть военное духовенство, военные капелланы, как сейчас иногда называют. Такое западное слово, непривычное для нашего православного слуха. Так вот, тюремные капелланы, то есть тюремные священнослужители. До революции была, был такой институт. Но капелланами тогда их не называли у нас. Это все же западное слово. Вот что касается как раз образования, ну, могу точно сказать, что в семинарии Академии Духовной в Московской их не смогут этому научить, потому что в одной из предыдущих программ с участием ректора Академии и семинарии Владыки Евгения и заместителя директора ВСИН, господина Беличко, как раз эту тему мы затронули, и оказалось, что, буквально по словам Владыки, если вводить какой-то дополнительный предмет, то надо выбирать какой-то из нас полагающих, то есть это невозможно. Значит, это должно быть где-то вне семинария. Это дополнительно должно быть. Дополнительно. Как вы видите вот это? Либо перепрофилированная семинария, где, значит, вводится непосредственно вот это направление, скажем, там с определенными юридическими наклонствами, психологией заключенных. Мне сейчас сложно это говорить, мы над этим размышляем. В процессе становления. Есть сотрудники, которым поручено заниматься этим направлением, они работают в этом направлении. Мы сейчас изучаем, что преподается в светских учебных заведениях этого направления, в Федеральной службе исполнения наказаний. И, значит, смотрим богословские все дисциплины. Я думаю, что это можно, но это не обязательно, можно сделать такое образование, но это не обязательно обязывать все семинарии, все духовные учебные заведения, чтобы они готовили тюремных священнослужителей. Потому что большая часть из них, ну, нам необходимо тысячи сейчас, ну, может быть, полторы тысячи, ну, пусть даже две тысячи. Но это другие-то направления. Но есть же еще медицинское направление, там тоже нужно готовить. Там связь. Военные, военные готовить. Вот. И вообще там это... Значит, это должны быть специализированные курсы или есть дополнительное бюджетнерское дело? Сегодня мы курсы готовим. Есть еще одна проблема, связанная с как раз работой священников в местах лишения свободы, ну, или вне их, но так или иначе имеющие отношение к ним. Это проблема ресоциализации заключенных. Это очень важно, когда человек выходит из мест лишения свободы, пусть обретя там веру, или пусть имея веру, но реализовав ее как веру церковную, возреклоившись. Но здесь, на свободе, его все равно воспринимают как человека из тюрьмы. Изгоя. Изгоя. Да, изгоя. По обществу. Он, да, он здесь не принимается людьми. Вот процесс ресоциализации. Есть ли по этому направлению какие-то, ну, конкретные положения, по которым можно было бы уже реализовать эту программу? Вот в этом направлении я специально учредил сектор, который занимается, который вот сейчас мы, есть проблем помилования, например, потому что очень много писем обращаются к епископам, я знаю, по епархиальной жизни, обращаются к патриарху, обращаются ко всем, что вот родственники что-то неправильно осудили. Ну, всем кажется, что это неправильно осудили. В основном-то там заслуженно осужденные сидят. Но ведь матери не скажешь, что ее сын такой же, как все. Для любой матери, даже сын преступник, он все равно кажется лучше, чем другие. Конечно. И с этим нужно считаться. Но, с другой стороны, есть закон. И вопросы помилования, они требуют, значит, такого особого изучения. Но, видимо, священнослужители будут участвовать в этой сфере, когда они будут на постоянной основе в местах лишения свободы. Потому что они очень хорошо знают тех заключенных, которые им исповедовались, которые ходят в храм, которые руководствуются их наставлениями. И вот вопрос ресоциализации или социализации для подростков. Сейчас есть программы, которые предлагаются за полгода до освобождения, готовить человека к освобождению. Но получается так, что вот мы сегодня человека ведем, там, может, 15 лет где-то уже ведут там. Потому что в Новосибирске отметили уже 20-летие сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказания. Вот там же 20 лет. Потому что есть преступники, которые совершили убийство, и там они до 25 лет сидят. Вот я знаю, там, в Губахе, в Пермском крае, как раз вот такие сидят нарушители закона, заключенные. Или просто человек там 3 года каких-то получил срок. Но вот мы его ведем вот там такой вот, а он освобождается и выходит на свободу. И он оказывается никому не нужным, непрекаянным. И даже вот женщины многие пишут в письмах, что они боятся освобождения, что здесь заключение. У них есть духовный наставник, с кем они могут руководствоваться. А что вот там на свободе кому не будут нужны. И вот он выходит на свободу. Как правило, у него семьи нет. Если он длительный срок был, он состарился, он больной. И значит, на работе его не берут, он изгой. И ведь человек хочет есть. Как и странно. Вот как. Да, все-таки. И чувство голода может человека, само даже чувство голода может человека оттолкнуть на многие преступления. А потом ведь он уже потерял способность возвращения в гражданское общество. Ведь наши тюрьмы не воспитывают. Абсолютно. Они калечат. Абсолютно. Вот. К сожалению, система такая вот. И ему требуется определенная помощь. Конечно, раздаются такие голоса, что вот он преступник. Вот он жил в своем удовольствии. Он никогда ни о ком не думал. Действительно, это эгоизм, это ненависть. Как сказано у апостола, что от множества беззакония в людях охладеет любовь. Да. Естественно, у него так-то ее не было любви. А там еще, так сказать, он в этой жестокости находился. Еще раз сказать, там совершенно он пришел чуть ли не рецидивистом. Оттуда вышел. Но давайте подумаем с другой стороны. А какое мы гражданское общество хотим иметь? Наполненное заключенными? Наполненное преступниками? Или все-таки же мы хотим гражданское общество иметь нормальное и не бояться выходить из дома? И не бояться за своих близких, родителей, чтобы не боялись за своих детей? Да и вообще просто за свою собственную жизнь, за свое имущество. Все-таки же мы же ведь хотим нормальной жизни, гражданской жизни, мирной жизни. Так, следовательно, когда-то нам нужно остановиться. Когда-то общество должно подумать о заключенных, о том, чтобы они, выходя на свободу, имели не только тот путь. Мы не можем заставить человека насильно не творить преступления и вновь стать рецидивистом, сотворить преступления. Есть этот путь всегда для заключенного. Как и для всякого человека путь греха. Выбор или или. Да, но надо ему предоставить все-таки же выбор, дать возможность ему войти в гражданское общество, помочь ему в этом. Так вот, я полагаю, что мы обязаны, церковь обязана в этом направлении трудиться. И те священнослужители и волонтеры, миряне, которые трудятся за колючей проволокой, они также не должны оставляться, то есть они должны передавать, еще должны быть службы вне колючей проволоки. Посредники как бы, да? У нас и сейчас есть, есть монастыри, которые принимают заключенных, работают им какую-то, представляют там временную и там или как. Есть приходы, которые там собирают, там варежки, одежду, вот, пищ, питание, медикаменты. Есть приходы, которые оказывают, вот, скажем, поддержку, там паспорт нужно получить. Так вот, это моя точка зрения, и я полагаю, что она будет поддержана, что мы должны иметь какие-то определенные центры, вот, уже на базе тех приходов, которые уже этим занимаются, а, может быть, специальные центры, куда бы, скажем, мог священнослужитель направить заключенного, чтобы он мог прийти, ему сказали, если ты нуждаешься в одежде, вот, есть такой-то приход в Москве там-то, ты там можешь положить и позвонить, ты можешь пойти туда, попросить, там тебе дадут. Если ты хочешь, нужно тебе оказать юридическую услугу, у нас вот есть вот или правозащитная организация, вот такая вот, какая-то общественная организация, которая занимается этим. То есть мы вот им должны иметь банк данных, и эти вот 10-12%, которые состояли в религиозных общинах во время их пребывания за горючей проволокой, они имеют право на нашу помощь и уже на свободе, определенные, вот, в начальном, в начале своего пути. То есть мы должны помочь, и не только мы, мы должны показать пример. Общество должно помогать им войти, вновь вернуться в гражданскую жизнь. Это очень сложный, очень трудный путь церковного служения, там, в местах решения свободы, и я желаю вам на этом пути помощи Божьей, всяческих успехов, и пусть все, что вы планируете на этом пути, у вас исполнится. Спасибо вам за это интервью, и до новых встреч, спасибо вам так. До свидания. Ну, успехов вам тоже в ваших трудах.